Тверская область занимает 11 место в ЦФО по количеству стадионов и спорткомплексов. При этом по социальным нормативам жители Верхневолжья в целом менее чем на 50% обеспечены спортивными объектами, то есть условиями для занятий физической культурой. В связи с этим в регионе принято решение о строительстве семи новых крупных спортивных объектов. О некоторых из них расскажем прямо сейчас. Долгожданным объектом для жителей Санкова станет многофункциональный универсальный зал для игровых видов спорта. Решение о его возведении Игорь Руденя приел в конце 2018 года на личном приеме одного из жителей поселка. На его строительство из областного бюджета было выделено более 43 миллионов рублей. Намечено, что в мае 2020 года спортзал размером 36 на 18 метров распахнет свои двери для посетителей, жителей муниципалитета всех возрастов. Однако не исключено, что из-за нынешней эпидемиологической ситуации дата открытия может быть перенесена. В ежедневном режиме мониторим, занимаемся. И, конечно же, закупки оборудования и меры профилактики на территории региона проводятся. Важна именно самодисциплина людей, чтобы люди к этому не относились спустя рукава. Спортильный центр по видам гребли в Твери и на Волге уже начали возводить рядом с действующим зданием школы Антонина Серединой. Его финансирует областной бюджет. Это будет одноэтажное здание площадью 1700 квадратных метров с тремя тренажерными залами, бассейном для академической гребли, комфортными раздевалками и душевыми, столовой и тренерскими комнатами. Хочется поблагодарить руководство области, спорткомитета, потому что за последние три года очень ощутимые сдвиги произошли в отрасли спорта. Большое строительство, хорошее сейчас обеспечение материальной базы, поднятие во всех уровнях идет. То есть колоссальный сдвиг. Мы за это безмерно благодарны. Еще один объект для тверских гребцов расположился на Тверце. Строительство завершат в 2021 году. Это будет двухэтажное здание с помещениями для тренировок гребцов и двумя залами для занятий игровыми видами спорта. То есть это будет многофункциональный спортцентр. Конечно же и там и там будут присутствовать все условия для занятий и восстановления спортсменов на самом современном уровне. В глазах современной молодежи бытовые условия имеют большое значение. А чем больше молодых ребят придет сюда тренироваться, тем лучше. Самое главное, чтобы пришло побольше детей. Просто прийти посмотреть, попрыгать, побегать. И дальше из них потом будут расти чемпионы. Потому что чем больше детей прошло через нашу базу, просто даже потом, если они болеть перестанут, это уже большой плюс. Еще одним социальным проектом, который реализуется за счет средств инвесторов, стал спорткомплекс «Коралл-Арена». Новое спортивное сооружение представляет собой две каркасно-тендовые конструкции, соединенные общим переходом. Под куполами спорткомплекса будет располагаться универсальный спортивный зал для тенниса, волейбола и мини-футбола размером 54 на 36 метров и круглогодичный ледовый каток. Завершение строительства запланировано на осень 2020 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова